Моя избушка стоит на одной из самых высоких гор в этих местах, но разглядеть издалека ее практически невозможно. Она укрыта от взора кронами деревьев и видна лишь с определенного места. Это место в километре от горы, небольшая прогалина, через которую виднеется блики солнца в огромных окнах. А в пасмурные дни, с такого расстояния, она полностью сливается с ландшафтом. Сегодня я приехал сюда, чтобы подготовить дом к укладке пола. Привез доски, из которых будут сделаны лаги и сам пол. Через этот тоннель каждый раз прохожу, затаив дыхание. Все ли в порядке с избой? Цела и невредима. И несмотря на обильные снегопады и изморозь на деревьях, снега на крыше мало. Его сдувают ветра. Огромные окна не дают ветру разгуляться внутри дома, и уже сейчас здесь можно укрыться от его порывов. Но через открытые фронтоны небольшое количество снега все же влетает в избу. Он ложится на доски и землю. Работу с полом начинать еще рано. Сперва нужно подготовить место для хранения стройматериала и освободить место внутри дома. Обрезки досок, опертые на стену, послужат чем-то вроде стеллажа. Это северная сторона. Ее меньше всего заметает снегом, потому именно здесь решено сложить на хранение те доски, которые привез сегодня, и те, что были привезены ранее, да прочую мелочевку. Пока дверей нет, все вещи выгружают через фронтоны. Ветер кидает снежные хлопья и разбивает их о стекла окон, создавая громкие постукивания. Вдалеке, в глубине снегопада, таятся горы и лесные просторы. Но их сейчас не увидеть. В такую погоду при дневном свете и дня-то не видно. В воздухе ощущается магия зимы. И здесь она правит по своим суровым законам. Чтобы защититься от буйного нрава непогоды и с комфортом продолжить работу внутри, я временно зашиваю фронтоны ветрозащитной тканью. Деревянные плашки по всему периметру, закрепленные саморезами к бревнам, будут надежно ее держать. Плашки делаю из обрезков досок, которыми зашит потолок. Здесь ничего не пропадает зря. У каждого кусочка деревяшки, даже самого маленького, есть вторая жизнь. Все идет в дело. Фронтон на северной стороне закрыт. Дело за южной. Здесь именно с южной стороны дуют ветра и приходят осадки. Низкая температура и короткий световой день подгоняют. Остается поднять оставшиеся внизу доски. Набитая снежная тропа сильно облегчает передвижение. Это знаю не только я, но и каждый зверь в лесу. По целине первым следом идет кабан и задает направление. Косуля не сразу поняла, в какую сторону ей нужно идти, но вовремя сориентировалась и не нарушила общего движения. Уже проторенную дорожку набивают другие кабаны. По хорошо сформированной и плотной тропе начинает движение леса. Она живет неподалеку и каждую ночь в свое логово носит еду с поля, которое там оказывается благодаря егерям. Хлеб до печенья. Этого кабана леший попутал. Так на этом пятачке образовался перекресток. Но главной дорогой осталась та самая первая тропа. Все звери от мала до велика ходят именно по ней. Даже этот матерый сикач, которому метровые сугробы по колено не сворачивает с нее. Благодаря кабанам-первопроходцам в лесу появляются зверовые тропы. Доски для пола я заготовил еще пару месяцев назад. За это время большая часть влаги из них вышла. Они стали заметно легче. Но их габариты и большое количество снега усложняют подъем наверх. Последние метры подъема, где самый крутой уклон, я не смогу преодолеть вместе с доской. Приходится закидывать ее на полку, а затем самому взбираться по тропе до самого верха. И так каждый раз, пока не занесу оставшиеся 8 штук. В пасмурные холодные дни, когда не видно ни солнца и не слышно пения птиц, за работой кажутся монотонными и пролетают незаметно. Раз, и лес погрузился в темноту. Ночевать я приехал в дом лесника, а рано утром снова отправлюсь в избу. Непрекращающийся снегопад предвещает непростую дорогу. Нужно хорошо выспаться и набраться сил. Рыжий зверь знает об этом лучше нас. С рассветом на двух снегоходах выдвинулись к избушке. В волокушах везем последнюю партию досок для пола и утеплитель. Дорога не быстрая. Петляя через ухабы до колею, а местами идем первым следом по целине. Сегодня мы полны сил и решимости закончить работу с полом. А контролировать весь процесс будет кубик. Он достаточно набрался опыта у Даси и теперь сам может выступать экспертом во всех вопросах. Но больше всего он любит, чтобы почесали за ухом да угостили вкусным кусочком мяса. Влад и Геннадий берутся за монтаж лаг. Ширину избушка 2 метра. Это треть от общей длины бревна, из которого были сделаны лаги. Для экономии материала их решено устанавливать именно по ширине избы. Так один брус можно разделить на три равные части. При помощи топора и уровня они устанавливаются на нужной высоте и крепятся к нижнему венцу избы. В это время я, Алексей и кубик поднимаем наверх оставшиеся доски и утеплитель. Снегопад накануне полностью замел тропу. Хоть мы и не кабаны, но натоптали ее быстро. Большой вклад внес кубик. На своих четырех лапах он бил дорогу так же быстро, как мы вдвоем с Алексеем. В шутку кубика называем Белый Волк. Со своим черно-белым окрасом он гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Да и в нашу команду тоже. Чуть больше, чем за год он стал полноценным участником всех проектов. Лаги для пола сделаны из бруса 150 мм на 50. Они крепятся к нижнему венцу избы на оцинкованные опоры бруса раскрытого типа. Опоры, в свою очередь, фиксируем саморезами. Аккумуляторный инструмент позволяет делать это на раз-два. Когда-то давно мы его заказывали на мегамаркете, и он по сей день служит нам верой и правдой. Да что там, не только инструмент заказывали на этом маркетплейсе, но и большинство расходных и строительных материалов для нашего проекта. Там же заказали и те самые опоры для бруса. Ведь на маркетплейсе до конца января действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами Сберспасибо на товары для строительства и ремонта. Купили 50 штук за 2895 рублей и получили кэшбэком 811 бонусов Сберспасибо. Ими можно оплачивать до 99% от стоимости следующих покупок. Мы, например, погасили часть суммы бонусами при заказе утеплителя. Вообще, на мегамаркете есть практически все, что может понадобиться не только в лесу, но и в повседневной жизни. От продуктов на ужин для себя и рыжего зверя с кубиком, до бытовой техники, автотоваров, мебели, одежды и обуви. А увеличить выгоду поможет наш промокод Мегаремонт. По нему вы получите дополнительную скидку 1500 рублей при первом заказе от 5000 рублей. Переходите по ссылке и совершайте выгодные покупки. Ну а сегодня мы сделали запланированный объем работ и, довольны ее успехом, едем в дом лесника. Спустя два дня на нашей тропе шайка свирепых кабанов намеревалась утащить фотоловушку. Разведчик вышел из леса и прошел мимо камеры, будто ее не заметил. Но как только вышел эскадр, развернулся и дал деру к своим, чтобы рассказать о находке. Спустя несколько минут их было уже трое. Двое наблюдали по сторонам, а третий откручивал крепление. Сразу не получилось, понадобилось время. К счастью, полностью скрутить не смогли, но заметно сместили камеру. Сейчас тропинку, по которой они ходят, можно видеть в правом нижнем углу. А здесь она уже в левом углу. Они провернули фотоловушку вокруг ствола дерева на несколько сантиметров. А если бы они ее оборвали, то вероятнее всего затоптали бы в снег или раздавили своим весом. С этими дикими свиньями опасны встречи не только лицом к лицу, но, как показала жизнь, они вполне могут испортить и имущество. Сегодня мы в мастерской Сергея. Здесь будем изготавливать входную дверь в избу. Стоит отметить, что в этой мастерской по большей части создается деревянная утварь. Да и не только она. Куксы, разделочные доски, кухонные ложки, тарелки и блюдца разной формы Сергей делает своими руками. Начиная от сбора сувели и капа в лесу, заканчивая подготовкой к отправке покупателю. Огромный опыт, набитая рука и творческая жилка позволяют создавать вещи невероятной красоты, которые из рук-то выпускать не хочется, а качество всегда на высоте. Друзья, мы знаем, что среди вас есть много любителей деревянной посуды, потому контакты мастера оставили в описании под видео. Для изготовления двери используем сосновую доску толщиной 50 мм естественной сушки. Под открытым навесом доска пролежала 3 года. За это время процент ее влажности менялся несколько раз. От минимального в жаркую летнюю погоду до среднего значения в сырую осень. При многократной смене влажности и температуры древесина становится только стабильней, что существенно снижает вероятность деформации при последующей смене условий. В таких досках процент влажности максимально близок к влажности в окружающей среде. Это значит, что готовая дверь не разбухнет и ее размеры останутся неизменными. Каждую доску с двух сторон выровняли рейсмусом. Толщина стала около 45 мм. Торцы ровняем фрезером по шаблону. Затем на каждом торце по всей длине выпиливаем четверть. Ее делают для того, чтобы при усыхании досок между ними не появился зазор и для придания жесткости готовой конструкции. После впервые складываем щит на столе. Доски кладем на специальные бруски со сквозными отверстиями по краям. Когда придет черед, они послужат в качестве струбцин. Ширина дверного щита 65 см. Это считается стандартом. Высота будет 125 см. Это существенно меньше привычного размера двери, но с учетом того, что порог в узбе будет выше, чем он бывает обычно в домах, спину сильно гнуть не придется. Получить максимально прочное соединение досок помогает клей Пур. Мы наносим его по всей длине выбранной четверти, а затем плотно сжимаем дверной щит. Щит лежит на двух деревянных брусках. По краям каждого сделаны отверстия, в которые вставляется деревянный стержень. Один край щита упирается в эти стержни. Далее сверху на них надевается второй брусок. А сжимается весь щит при помощи клиньев, которые ставятся в распор с другой стороны. Здесь мы явно перестарались. Нижний брусок лопнул. Однако за счет простоты всей конструкции заменить сломанный элемент на новый – это минутное дело. Когда полотно зафиксировано, приступаем к выборке паза «Ласточкин хвост». Для придания жесткости всему щиту будет установлено две поперечины. Пурклей при высыхании увеличивается в объеме, подобно монтажной пене, проникает в поры древесины, тем самым надежно фиксируя все элементы. В такой конструкции двери, когда все доски соединены между собой, а щит дополнительно фиксирует две плотно посаженные поперечины, необходимости в саморезах и прочих соединяющих элементах попросту нет. Дверную коробку делаем тоже из сосновых досок 50 на 150 миллиметров. Доски для полотна и коробки были напилены из верхней части дерева. Она более смоленистая, чем комель. Смолистая древесина лучше переносит капризы непогоды. К тому же сосновые доски обладают хорошей звукой теплоизоляцией. Моя избушка на горе станет еще одним пристанищем для уставшего путника. Сотым. А может быть тысячным. Кто знает, сколько в этих лесах их было построено. Некоторые уже канули в лету, а на их месте произрастают ели до кедры. Есть и те, что были построены десятки лет назад, да пережили своих хозяев, но стоят и по сей день. Ждут того, кто присмотрит за ними, наведет порядок внутри и во дворе, прогонит прочь мышей, да наполнит ее теплом печурки. История о моей лесной избушке только начинается. Ее дверь откроется уже завтра. Кермическая обработка открытым огнем сделает древесину более устойчивой к влаге. Под воздействием температуры смола становится жидкой и заполняет поры и мелкие трещины на поверхности доски. Кроме того, огонь убивает грибки и микроорганизмы, которые разрушают дерево. Финальным штрихом станет надпись «Лесные» и фраза одного из известных философов, которая переводится как «От огня огонь». Обжиг самой надписи добавит ей контраста. На срубе установлены две направляющие, по ним делаю пропил. Проем получится чуть больше дверной коробки, чтобы после установки была возможность немного скорректировать ее положение и выставить по уровню. Еще до начала строительства у меня было четкое представление, как будет выглядеть готовая изба. Поэтому место положения двери и печки были определены заранее. При сборке сруба на горе венцы между собой скреплял шкантами. Я предусмотрительно установил их левее и правее дверного проема на несколько сантиметров. При таком расположении шкантов стена не потеряет в прочности даже после того, как будет нарушена ее целостность. Проход в избу свободен. После установки двери можно будет сразу приступить к укладке досок на пол. Кубик проверяет процент влажности бревен в срубе. Заключение от него пока не готово. Ему требуется немного больше времени для точного определения, но к концу дня обещает выдать готовый отчет. Дверная коробка установлена в проем и зафиксирована саморезами. Накладные петли прикручены к коробке. Следующим этапом будет установка самой двери. Но для начала нужно заготовить несколько клиновидных щепок, чтобы отрегулировать положение дверного щита в коробке. Полотно устанавливается в дверной проем в таком положении, в котором оно будет находиться при плотно закрытой двери. Внутри коробки его положение регулируется щепками. Мы устанавливаем их снизу и по бокам. Сейчас верхний край дверного щита максимально прижат к коробке, но после фиксации его к петлям, он обязательно опустится на несколько миллиметров и вход двери будет свободный. Мы используем накладные петли из-за простоты монтажа. Здесь, на вершине горы, в морозный день, да еще и при ветре, преимущество всегда будет за более простым вариантом работы. Но ни в коем случае менее надежным. Теперь мы под защитой этого дома. Его стены укрывают от ветра и снега. И уже в комфортной обстановке на пол укладываем доски толщиной 40 миллиметров. Учитывая, что лаги установлены через каждые 60 сантиметров, то толщины досок на полу будет более чем достаточно, чтобы покрытие получилось жестким и прочным. Высота СБ от пола до верхнего венца получилась примерно метр восемьдесят или метра восемьдесят пять. В центре около двух метров десяти сантиметров. Головой не достану точно. Дверь, несмотря на небольшую высоту, всего метра двадцать, не стесняет движения ни при входе, ни при выходе. Через нее легко пройдет лесная мебель и печь. Процент влажности в бревнах сруба кубика вполне устроил. Теперь он отправился ловить тряпчиков, нарушителей его покоя. Они так игриво свистят, что ему не усидеть. А я решил сделать небольшой перерыв и насладиться видами из окна. Расстроен. Видимо, не поймал ни одного. А может, устал быть экспертом во всех вопросах и держать все на контроле? Хочется просто отдохнуть и насладиться видами. Тем более, что эти места располагают к этому. Неуверенный взгляд. Кажется, ему просто хочется внимания, чтобы почесали за ухом. Еле заметного жеста рукой достаточно, чтобы он сразу все понял и пришел за тем, чего сейчас хочется больше всего. Желание построить себе избу появилось у меня давно. Но тогда я и представить не мог, что стоять она будет в столь прекрасных местах. А вместе с тем и труднодоступными. Невероятных усилий стоило поднять сруб на эту гору. Собрать его здесь и поставить под крышу. Установить двухметровые окна. Еще одним тяжелым испытанием станет подъем печи. Она весит более 80 килограммов. По заснеженной тропе с уклоном в 45 градусов поднять на руках ее невозможно. Слишком скользкая тропинка, чтобы взбираться по ней с таким грузом. Однако, если использовать волокуши, наличие снега станет преимуществом. Наверху к дереву закреплен блок, через который протянута веревка. К ней привязаны волокуши. Вышло так, что они пришлись точно по размеру печи. Сверху с помощью жумара веревку тянет Андрей. А я изо всех сил толкаю сани снизу. Только совместные усилия позволяют мало-помалу, но все же продвигаться вверх. Большая часть пути пройдена. Но каменная стена справа стала почти непреодолимым препятствием. Приходится наклонять волокуши. Они теряют устойчивость. И в этот момент с треском их все же удается протолкнуть выше. КОНЕЦ Входная дверь в лесной избе не представляется без ручки. Но, как правило, на них мало кто обращает внимание. Однако дверная ручка может стать дополнением интерьера и украсить общий внешний вид избы. Внутри решил установить самодельную деревянную ручку, изготовленную при помощи ручных инструментов нашим зрителям. Он подарил ее нам несколько месяцев назад. И вот теперь она нашла свое место. Снаружи будет установлена ручка с изображением зверя, который стал символом этих мест. Где-то недалеко от этой горы живет рысь. Она неоднократно попадалась в объектив фотоловушек в разное время года. Потому по праву, ее изображение можно разместить на двери. Ручка с бойком. Кольцо, ударяя по нему, издает громкий звук, который будет слышен и сквозь завывающий ветер, и донесется через звуки барабанящего дождя по крыше. Ни один гость не останется незамеченным. Эта дверная ручка совершенно точно украсила общую картину. Хоть она и расположена в верхней части двери, тянуться к ней не приходится, поскольку сама дверь высотой всего метр двадцать. Рысь пришлась точно к месту. Ручная пила – хорошая альтернатива бензопиле, если речь идет о небольших объемах работы, как сейчас. Нужно отпилить в размер всего три доски, чтобы полностью закрыть пол. К тому же это хороший способ согреться. Сегодня мороз поддавливает, сейчас около минус 25 градусов. Если застаиваться на месте, то уже через 15 минут холод начинает проникать сквозь одежду и взбадривать тело. Доски для пола были заготовлены несколько месяцев назад. За это время они хорошо подсохли. Однако летом, когда установится жаркая погода, из них еще прилично выйдет влаги, и они непременно усядут. Чтобы убрать зазоры, пол придется повторно стягивать. По внутренним стенкам изба получилась 2,5 на 3 метра. Теперь можно заносить печь. Сердце этого дома. Она даст ему тепло, благодаря которому здесь начнется жизнь. На варочной плите будет готовиться еда. Шкварчать на сковородке мясо или булькать в чугунке горячая похлебка. Уже сейчас представляется, как хорошо сидеть дома у жаркой печки, когда за окном завывает ветер. Слушать, как попискивают, выделяя жар, березовые дрова, в стену колотятся упругие порывы ветра, а на печной конфорте недовольно ворчит, закипая чайник. Видеть через стеклянную дверцу печи, как в хаотичной пляске мечутся яркие закипы пламени. Ощущать настойчивые приливы нарастающего тепла, вдыхать едкий запах дыма от случайно выпавшего на полуголька. И вместе с тем наблюдать один из самых красивых закатов. Сегодня мы сделали все, что смогли. Пора отправляться, но не домой. В пяти километрах от избушки Геннадий и Алексей разбили лагерь. Там стоит старая изба, которую они планируют вернуть к жизни. Здорово, ночевали! С приезда, у нас все готово. Крова есть, дра почти. Это самые лучшие слова, которые только можно услышать. Привет! Привет! На костре поспевает горячая похлебка. В палатке тепло и сделан запас дров на несколько дней. Мы скорее спешим внутрь, чтобы отогреться после дороги и целого дня на морозе. В планах было провести ночь в лагере, а на утро выдвинуться к избушке на горе, но все спутал мороз. Ночью температура опустилась ниже 30 градусов и пока что не сильно-то отпускает. Работа в такую погоду на горе без возможности отогреться может обернуться нежелательными последствиями. Решено повременить с выездом до полудня. А пока приготовить завтрак на костре. Купаты из мяса лося. Лосятина дает хорошее насыщение, легко усваивается и обладает отменным вкусом. Особенно в сочетании со специями и овощами. Сперва купаты обжариваются до корочки, затем к ним добавляются лук, перец красный, желтый и зеленый. Спустя 5 минут красная фасоль и пара столовых ложек кукурузы. До готовности блюдо доводится на умеренных углях. Оно должно томиться около 20 минут. За это время мясо должно дойти до нужной кондиции, а овощи дадут максимум сока и станут мягкими. Блюдо из сочного мяса лося в сочетании с тушеными овощами – это сытный завтрак с яркими вкусами. После такого завтрака становится тепло. Тело наполняется энергией и мы готовы вновь браться за работу. Работа с моей избой почти закончена. Остается лишь короткая финишная прямая. С появлением здесь избушки я как будто открыл для себя это место заново. А я смогу наблюдать за ходом времени и течением жизни, находясь под защитой этого дома. И никакая метель или гроза не смогут мне доставить неудобств. Прекрасное место. А закаты здесь и правда волшебные. И так считаю не только я. Друзья, мы с Кубиком будем благодарны вам за поддержку добрым комментарием и лайком. И конечно же, если вы поделитесь этим видео. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok